На северо-восток и средний запад США после сильных снегопадов и метели пришли аномальные холода. В Вашингтоне январь уже назвали самым холодным за последние 20 лет. В больницах десятки человек. А на западе Европы экстренные службы устраняют последствия наводнения. В Ницце отменили почти 100 рейсов. Последние дни зимних праздников пассажиры проводят в переполненных терминалах. Артём Красулин с подробностями. Если бы моложе 40, то таких холодов определенно не видели. Так о погоде на северо-востоке и среднем западе США говорят американские метеорологи. Если официально, то для Вашингтона это самый холодный январь за 20 лет. Местами термометры опустились до минус 30. По словам жителей, на самом деле ещё холоднее. Дует сильный ветер, так что на улице все минус 50. Арктический воздух пришёл минувшей ночью. За день до этого была другая погодная аномалия – сильнейшие снегопады. Жертвами стали уже как минимум 16 человек. В аэропортах по-прежнему хаос, а население пригородов Нью-Йорка до сих пор откапывает дома. Убрать снег вышел и мэр Вилл Деблазио. Показал навыки владения лопатой. Работал на камеру, старался. Хотел заразить других хорошим примером. Дорогие жители города Нью-Йорка, я весь день убираю снег и призываю последовать этому примеру. Если возле Вашего дома стоит гидрант, очистите его от снега. Наша техника, в свою очередь, возьмёт на себя ключевые дороги, автобусные остановки, пешеходные переходы и другие ключевые для мегаполиса объекты. Погода немного испортила праздничное настроение и подданным Соединённого Королевства. На юго-западе Англии, Уэльси и Северной Ирландии наводнение. Хуже всего в прибрежных районах. На море сильный шторм, волны пятиметровые. Людей на всякий случай эвакуируют, а те, кто отказывается покидать дома, выстраивают баррикады из мешков с песком. За последние сутки ветер стал сильнее. Уровень воды немного спал, но на море шторм. И кое-где заградительные сооружения не выдерживают. Наши усилия сейчас сосредоточены на прибрежных районах. Пытаемся защитить дома мешками с песком и укрепляем побережье. Главное – обеспечить безопасность людей. В Испании тоже нетипичная для этого региона погода. В Мадриде ураганный ветер, скорость выше 100 км в час. Новогодние елки и другие атрибуты праздника на улицах испанской столицы не выдерживают, падают. Коммунальным службам пришлось работать в выходные. Срочно вызвали на работу и пожарных Португалии. На дорогах поваленные деревья, обломки кровли и поврежденные автомобили. В некоторых кварталах нет электричества. А в Лиссабоне и его окрестностях, помимо всего прочего, наводнение. Люди расстроены. Обычно в эти дни они встречаются с родственниками и друзьями. А сейчас, если нет моторной лодки, остается лишь сидеть дома. Артем Красулин, Вести.